окей теперь это работает отлично мне просто надо что-то поделать и мне надо просто посмотреть комментарии на телефоне и потом мы начнем на этого так понимаем вот отлично и теперь у меня есть комментарий вот я жду пока ну будет видео и мы начнем вот так потом вот это ты вот так и ты вот так и если я так дело вот все верно все отлично как это называется я жду еще 30 секунд наверное нас пока только четверо если будет больше через 30 секунд ну мы начнем иначе мы все еще начнем мы будем смотреть три серии выпуска байф и я буду переводить и объяснять просто слова которые полезны и если что-то надо по просто подробнее объяснить просто скажите в комментариях и я отвечу и вот если у нас есть время мы посмотрим три серии иначе мы просто посмотрим милия одну или две но думаю что три это будет хорошо вот мы начнем то что мы будем делать я буду просто показывать всю серию раз просто без перерыва а потом мы будем просто как сказать прослушивать и прослушивать каждое предложение чтобы все мы просто объяснять вот что ты отправили вот вот это не делал но я думал что подготовлены не подготовлены будем просто не рад как раньше то есть просто вот так и вот надеюсь что вы уже все поняли иначе мы просто будем все объяснять salut светлана и вот просто начнем да уже титр я не объяснил титр вы метро дома это значит все откладывать на завтра откладывать на завтра вы метро дома также говорится ромет а плута 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 оба говорятся просто дома это уточняет что это завтра а лан забито заби суты салию вот и кстати для тех кто не знает этот выпуск брэф это значит короче короче говоря я это не объяснял брэф короче и это говорится очень очень часто вообще тогда выучите это слово потому что ну очень полезные структура луи сет кимлин окей францей луи сет кимлин окей францей луи сет кимлин мы это говорим чтобы не сказать ну просто иль и плюс как сказать имя вы просто говорим луи или эль то есть пронос персонал тоник потом запятая потом сет а потом кто он хорошо например луи сет му пер хорошо луи сет луи сет луи и что вы хотите или то же самое с эль например понимаете вот это очень интересная структура и здесь это не костяное местоимение а кому красный тоник или на он это завтра да ты поняла луи седома вот он это завтра это просто он все откладывает на завтра потому что он все дает этому человеку поэтому это просто картинка чтобы показать что-то и по смешному это значит уже два года но мы это можем просто сказать в начале предложения и очень важно с запятой вы можете не ставить ее но очень советую очень советуют ставить ее хорошо до приду зон это значит уже два года это это называется комплимент и это мы можем ставить везде в предложении в начале посередине и даже в конце это просто так работает это комплемент закупiva здесь это 2 до потому что это когда ну комплемация посередине и наверное потому что это длинна но уже просто понимаете что это комплимент и секунду с гости и секунду с гостей так работают мы можем просто рассказать из начале посередине и ли в конце После двух лет я повторяю, смотрите, Ирина, «депuis 2 лет» это комплимент цирконстантский, понимаешь? Это значит дополнение, и цирконстанция это обстоятельство, типа это контекст. Хорошо, это просто дает контекст, предложение. И это, в французском языке, мы можем просто сказать весь день в предложении. Ирина, «депuis 2 ans», «je dois résilier mon abonnement à Internet», или «je dois résilier mon abonnement à Internet», или «je dois résilier mon abonnement à Internet depuis 2 ans». И здесь нет запятой. Когда это в конце, мы просто не, как сказать, вставим запятую. Хорошо, так работает. И вот, палец, ты поняла, наверное. И да, еще предложение, я еще повторю. «Депuis 2 ans, je dois résilier mon abonnement à Internet de mon ancien appartement». Вот. «Résilier» это значит прекратить, извините. Или просто отписаться, но отписаться обычно это как в YouTube, или в таких вещах. А здесь это с «abonnement», то есть «членство». Вот. «Прекратить». Это очень полезное слово «не прекратить». Ауке. Хорошо, я просто забыл букву. Вот. Для тех, кто живет во Франции, это очень полезное слово, потому что в администрации это очень, ну, важно. И здесь он говорит «абonnement интернет». Думаю, что вы понимаете что это такое. Иначе просто скажите и отвечу. «Думаю, я его вернусь домой. Поехали, как в английском. Так. «Тупервер» он говорит как на английском. «Тупервер» так пишет, да? Но обычно мы говорим просто «тупервер». Мы произносим просто как парфанцузский. То есть «тупервер». Но на английском это «тупервер». То есть как с плохим акцентом. Тогда мы просто все говорим «тупервер». И это, видите, это маленькая штука. Вот. Маленькая коробка для еды. И он говорит «rempli de moisis». «Rempli» это значит «полный». Вы можете сказать, конечно, «plan». Но «rempli» это просто другой способ. И «rempli de», хорошо. То есть «полный чем». И здесь он говорит «rempli de moisis». «Moisis» это «плесень». Пресень. Вот. «Табль де нуй». «Табль де нуй» это, знаете, тот столик, который просто стоит рядом с кроватью. «Табль де нуй». Кстати, я заметил что я не объясню. Допустим 2 лет, я должен обновить их обновление интернет. Вот, из моего отца. Мон-мон-анщен-апарт-т-мон-мон-анщен. Мон-анщен-апарт-т-мон-это значить моя председатель квартира. А и мон-appарт-т-мон-анщен значить моя старая квартира. Хорошо, когда мы говорим ancien до слова, это значит предыдущий, бывший, прошлый. И когда мы ставим ancien после слова, это значит старый. Хорошо, вот я напишу прошлый против, как сказать, старый. Но это не старый, это старинный, старинный. Да, так пишется. Отлично. И да, в комментариях все хорошо. Вот, я так думаю, что вы понимаете, что это такое. Я так, если мы как быстро говорим это я, потому что мы просто не читаем э в конце я, тогда у нас получится такое, я, и я, с, как... как сказать, вместе, просто нельзя произносить. Человек так работает. Ж это звонкий, и С это глухой. Хорошо? Это два звука, которые не работают одинаково. Тогда мы просто все отделяем глухым, то есть Ж станет Ш, и ШС, это немножко сложно сказать. Тогда мы просто говорим ШУЙ. Это как будто ШШ, тогда мы просто произносим раз Ш. ШУЙ. Вот, это немножко сложно, это произношение. И вот, я таков, да, я таков. Да, я таков, да, я таков. Или такой. Да, вот. Я просто insert символ. Вот, СА... О, работай, пожалуйста. САФИДУМОВКУ. Это тоже... Ой, ой, ой. Вот, так, С это лучше. САФИДУМОВКУ, это тоже значит уже два месяца. Хорошо? Хорошо, это просто, что мы говорим это всегда в начале предложения. Хорошо? Вы не можете сказать... Же дуа резвили му на бон мой интернет, САФИДУМОВКУ. Вы можете так сказать, если вы пишите запятую. Же дуа резвили му на бон мой интернет, САФИДУМОВКУ. Хорошо? Но К, конечно, нельзя сказать, потому что после нет дополнения. Тогда вот, это просто значит уже два месяца. Уже два месяца. И я напишу три точки, так что вы понимаете, что потом надо, ну, написать что-нибудь. Вот. Же дуа резвили маил нон лу. Я дуа резвили маил нон лу. Вот, я 284 емаил нон лу. Это офсер, наверное. Емейл. Емейл может написаться вот так или вот так. оба работают и мельную это просто значит не прочитанное сообщение просто я имею электронные сообщения вот павель почему-то и удалены как со комментарий я таков работает нет мину это просто значит не прочитаны электронные сообщения вот не все напишу вам понимаете какой миль и я Я ответил на 4-майл, и я вставил 284-майл не лу. Один день, я решила, я ответил на 4-майл, и я вставил... Вот. Один день. Вот. Спасибо. Работай. Влад Фегельман, привет. Bonjour, Влад. Вот. Один день. Я думаю, что вы понимаете. То есть один раз. Однажды. Вот. Однажды звучит лучше. Однажды. Что он говорит потом? Вот. Я решила, что вы получаете. Летриер. Детриер всегда работает с двух. И триер, это значит сортировать. Я слышу это слово, но это не как славянское слово. И думаю, разложить, работать. Просто скажите мне, если триер может переводиться как... Разложить, но иначе это просто сортировать. То есть я решила их сортировать. Вот. Демайн. Потом я просто создал папку. Удив... Назов... Однажды я решила ее решить. Я ответил на 4 маэл, и я вошел 280 в документах. Вот. Я... Как сказать? Это правило. 280 в папку, которая называется... Ну... Нужен ответ. Вот. Ирина. Навести порядок тоже подойдет. А, ну окей. Хорошо. Спасибо. Навести. Вот. Это будет для меня порядок. Вот. А, репондр, это значит... Просто для ответа. Для того, чтобы я ответил. А, репондр. И, кстати, нужен здесь знак. Вот. Это просто маленькая ошибка, но ничего важного. Страшного. Это просто маленькая ошибка, как здесь. То есть уже три месяца. Я напишу без просто... Давай, символ. Так. А, вот, ça fait три месяца. Вот. Не надо перевести. Это значит... Уго. С блин. Вот. Это значит... Уже три месяца. Что я писся в красный. Писся, значит... Писсять. Не мучиться. Писся. Значит... Писсять. Вот. В красный. Это значит... Без света. То есть, с черном. В красный. Это вы понимаете. Писсять. Писсять. Шангей. Шангей. Лампу. Это значит... Поменять лампочку. Вот. Поменять лампочку. И... Заметьте, что можно сказать... И шанжей лампул, и шанжей дампул. Хорошо. Шанжей дампул чаще всего это говорится, чтобы, как сказать, говорить о виде лампочки. Шанжей д плюс quelque chose, то есть мы просто поменяем что-то для, что-то другого, на что-то другое. И шанжей л это просто, значит, ромплацей, например. Хорошо. Ромплацей лампул. Вот. С буквой П. Вот. Инбез акцент церковных. Спасибо. Вот. Репондр. ЗА ФЕТ 3 МОИ ЧЕЕ ПИСЕ ДАНЛЕ НОВАР ПАСЕ КУНЕ ХАНЧЕЕ ЛАДАНСЯ. КАН УЧЕС МЕ ДЕСАБОННЕ ДАНТРУК, СИЛЬ И А ПЛУТ ДЕУС ЭТАПЕ. АНУЮИЕ СУР ТРОИ. Когда я не забудусь, если забудусь 2, это значит просто подписаться, не забудьте 2, это очень важно, если забудусь 2, если не помню что это... Это не сказано, вот, если не забудусь 2 этапы, я думаю вы понимаете, но я все еще переведу, если не забудусь 2 этапы, как это работает, если есть, если есть, если есть, если есть, плюс 2, если читается больше, 2 этапы, 2 шагов, не помню что он говорит потом, ну вот, и очень важно в разговорном языке сильнее плюс 2, то есть если есть больше и если нет больше, сильнее плюс 2, это произносится одинаково, тогда нужен контекст в разговорном языке, чтобы понять разницу между сильнее плюс 2, хорошо? В правильном языке, конечно, есть разница благодаря этой буквой, этой букве, но в разговорном языке разницы просто нет, нужен контекст и вот... Вот, и конечно, сильнее плюс 2 этапы, это ничего не значит, тогда это просто логично, что это если есть больше двух шагов, вот... Осталось 6 на 3er. 4 на 3ем. 4 на 3 дней. 4 на 4, я оставлюсь. Вот, rester больше... 6 на 3er. Здесь это «ресте-»-авонени, то есть я остаюсь, извините, подписан, подписан, подписан. Подписан, да, подписан. «Rестер» плюс... Адъектиев. Это просто оставаться. Оставаться. Са плюс прилагательное, вот. и нет здесь то не плюс вот так и заметьте что здесь это не прилагательные но это просто партисиппасе то есть как это сказать ой не на речи ой окей я забыл партисип как это сказать я забыл пока я не не важно наверное вы скажите в комментариях но ой окей ну все хорошо но просто это знаю знаете это форма глагола но этой употребляется как прилагательное тогда мы просто можем так делать и без проблем вот я никак не найду это слово обратно вот и кстати если вы не понимаете что он сказал он сказал что я просто повторю чтобы не забыть ни одного слова я должен быть как сказать выкинуть батареи которые я я просто не выкину ну просто , , , потому что мне сказали не выкидывать их ну в мусор вот это значит выкидывать в мусор выкидывать в мусор вот и наргис пожалуйста скажи мне как будет партисип на русском я забыл я никак не найду снова и кстати да очень важно когда у вас есть отрицание с афинитиф все отрицание ставится перед глаголом и мы уже разговариваем 25 минут не успеем даже до конца это делать и мы будем просто побыстрее это вот все делать и вот когда у вас есть например же не французская клавиатура же не пожит и это значит я не выкидывал хорошо или я не выкинул же не пожит и здесь видите у вас есть отрицание вот здесь и вот здесь то есть это все вокруг глагола нагло это вот здесь и да все при части на вас спасибо при части здесь это не объектив это причастие но это все еще работает потому что это употребляется как предлагательное ну вот отрицание это просто почти всегда вокруг глагола здесь глагола это усилия влах тогда есть ну перед и по потом и то же самое с другими отрицаниями же не жами жуты или же не жуты же не к жуты то есть я просто выкидывал и я только выкидывал вот но увидите тогда для господи гается мы ставим как сказать отрицание вокруг у ксерях потом он сказал комаде динопа жуты и здесь видите ваш глагол говорится после отрицания то есть все отрицание находится перед глаголом до глагола это очень важно потому что обычно вы учите что надо все оставить вокруг глагола и когда вы разговариваете в инфинитив вы просто ошибаетесь на это запомните и это работает со всеми отрицаниями но жами жуты но я жуты но вот очень важно но жуты и персон так работает то есть но жуты и персон а на фоне это например никого не как выбросить через окно это очень как странное предложение ну вот лежит и персон но обычно не по жуты и жами жуты и фуны кружит и лепили хорошо вот обычно это так работает здесь персона ставится после потому что это дополнение хорошо это не отрицание конечно это выражает отрицание в предложении но это тоже употребляется когда дополнение поэтому это после ANDА фаль до тряка Tabii ази отрицание жидко bonds по угу вот я ходилério- Capу-a-bt kung кратеря кружечка в Кино это просто когда вы miedo United эф книно或者 Jetton это아니ata р Cerри explaining это ради кратить карты до семя тот есть карточку для кино это просто когда вы ходите в кино чаще всего или даже в ресторане и так далее, и так далее да, секундочку просто да, чаще всего, когда вы ходите куда-то часто, они дают вам карточку и вы просто как сказать, напишите крёст и когда, например, у вас есть 10 крёстов у вас есть что-то бесплатное вот, Поль, можешь если ты плейкспике, что значит галере, галере пишется вот так галере, это значит иметь сложности то есть, мне сложно я галере галере это значит, мне трудно мне сложно секундочку, мне просто надо зарядить компьютер, я здесь вот, всё хорошо это просто значит, что тебе трудно абонемент да, абонемент спасибо, Ирина вот, галере и будь осторожным с тем, что вот здесь это звук закрытый и и проблема в том, что в инфинитиве, конечно, есть окончание и тогда это просто значит, что это вот закрыто и и это закрыто и но когда ты спрягаешь глагол глагольное окончание просто исчезает из произношения тогда галере заканчивается с как сказать согласным вот и это значит, что это значит, что согласное просто гласное до согласного произносится открыто вот тогда это галере, а не жугалеих жугалеих просто никто не говорится кроме это вообще звучит очень как белгийцы нет жугалеих и пишется вот так конечно произношение и написание на францком языке это что-то очень сложно вот и подождите он сказал что-то проблема это это perdre это Думаю, вы понимаете, это просто потерять и найти. Метафикс это галер работает с а. Галер и афер. Я галер а смотреть это видео. Видео принадлежит женскому роду. Тогда твое предложение это будет. Я галер а смотреть это видео. Вот так правильно. И он вот кричит потому что он хочет большую букву вот так. И когда я хочу в кинема, я не буду найти мою карту. Я галер а ше-мой, когда кто-то придет. Я галер а ше-мой, когда кто-то придет. Галер это значит, на вести порядок, как сказала Ирина раньше. Вот, галер, это просто убираться, убираться. И чаще всего это не говорится убираться в. Здесь он сказал, я убираюсь в квартире, когда кто-то просто приходит. Но обычно мы просто говорим, я убираю квартиру. Хорошо, это прямое дополнение. Плюс прямое дополнение. Хорошо, вот. И здесь видите, к употребляется так же, чтобы сказать только, но перед большей группой слов. Обычно мы можем просто подумать, что, например, я не фе-к парли. Я только говорю. Хорошо. Здесь к, это просто значит только и он, как сказать, он окружит. Вот, парли. Но здесь это je ne range que. А потом есть очень большая группа. Quand quelqu'un doit venir. Видите, это не потому, что que это очень маленькое слово, что это не может окружить много слов. Это, конечно, работает. Je me range à la pièce correcte. Paul, смотри, на русском это возвратный глагол. Хорошо, убираться. Это не убирать, нет, это убираться. На французском это range, это не se range. Тогда это просто обычный глагол, который работает как, просто как тер, как retrouver. То есть он принимает прямые дополнения и нет, как сказать, это просто не возвратный глагол, как это объяснить. Тогда, например, ты сказал je range la pièce. Je range la pièce. Вот, видишь, здесь подлежащее, здесь ничего, потому что это не возвратный глагол. Потом range это глагол, а потом прямое дополнение, то есть здесь нет ничего. La pièce, вот, то есть комнату. Я убираюсь в комнате, на русском это так говорит, конечно, так говорится, но на французском нет, это говорится вот так. Je range la pièce. Metaflix, извините меня, не извиняйся, не надо, просто надо ошибаться, чтобы успехи делать. Range la pièce, убираться, убирать комнату. Да, Ирина, вот, спасибо, так говорится. Вот, убирать. Спасибо большое. Спасибо большое. Как это работает. Деплассить, это значит разместить. Хорошо. Деплассить, разместить. Это с S или с Z. Разместить. Вот так работает. Разместить и бордель, это значит бардак. Хорошо. И это тоже не очень красивые слова, как на русском языке. Я рангал мою комнату, это значит метафликс. Метафликс, извиняй. Все верно, все правильно. Бордель, это значит бардак. Вот. И он хочет еще большую букву. Вот. Я хочу сделать что-то из-за чего-то другого. Просто. И сантим, знаете, это маленькие, как сказать, монеты. То есть те деньги, которые вы не используете, потому что вы не можете. И вот. Верите, я деплацаю бордель. Я должен сделать что-то из моих сантим. Я купил диск дурь, чтобы sauvegarde... Я купил диск дурь, и я сказал, что это такое. Видео про информатику, и я не помню, как это жестокий, жесткий диск. Жесткий диск, если правильно помню. Диск дурь, жесткий диск. Я подготовил это видео, это прямой эфир, но я не могу все помнить. Жесткий диск. Тогда, если это неправильно, просто скажите, и я исправлю, конечно. Ну вот. Я должен сделать что-то из моих сантимов. Я купил диск дурь, чтобы sauvegarde мои данные, в кау... Окей, здесь есть что-то интересное. Для sauvegarde мои данные это не очень важно, но... Я еще напишу. «Sauvegarde мои данные» это значит, чтобы сохранить мои файлы. Вот, просто. «Sauvegarde» это значит, сохранить в компьютерах. «Sauvegarde», «сохранить». Это тоже говорится, как сказать, со зданиями. Например, «Sauvegarde le patrimoine». То есть, сохранить старые здания, старые просто строительства и так далее, и так далее. «June question» «Деплacer quelque chose»? Да, это «деплacer» плюс прямое дополнение где-то. «Деплacer» quelque chose. Вот. Спасибо за вопрос. Это будет полезно другим тоже. «Sauvegarde le patrimoine». И, кстати, файл будет доступен на сайте после эфира, конечно. Пол, часто слышу эксплуатацию «дуку». «Что это значит?» Это значит просто «донк». «Тогда». «И, дюку, ты не знаешь?» «И тогда», то есть, «вследствие», «что делаешь?» «Хорошо, это вообще переводится как «донк». Это те же самые слова, просто «дуку» это более разговорно. Если не ясно, просто скажи, потому что те маленькие слова, чаще всего это очень сложно перевести на другой язык, потому что это, ну, вообще очень много зависит от людей, которые употребляют его. Да, «оку», вот, «оку», то есть, «если что», «в случае чего». Да, «если что» это больше переводится как «сижами». «Сижами» это «если что», вот. И «оку» это «в случае чего». «В случае чего». Вот. «Кон». Потом это просто лерткие слова, тогда я просто перевhip «кон», потому что мы уже 40 минут. это делаем это тупой но глупый но это мат будьте осторожными ой все верно работает да все верно работает хорошо вот это мат это значит глупый тупой вот тупой глупый глупый и заметьте то же что он говорит тро вместо тре хорошо тро употребляется часто чтобы сказать очень то есть как слово тре но это еще сильнее чем очень это разговорно например сей трубу так все трубы это так красиво это очень красиво но это это не сет рыбу нет это даже сильнее сет трубу вот и здесь это я шуи тро кон то есть я такой тупой просто нереально я слишком тупой чтобы быть просто реальным я шу тро кон вот потом он просто аскарбляет жесткий дич и я это не приведу самаранж самаранж это меня устраивает хорошо тебя устраивает что это где классе плюс прямое дополнение до сетей не она хорошо это было год назад или я но ведь ничего сложного просто заметьте начинающие что илья это приводится как назад хорошо на русском языке это просто одно слово и на французском это просто вот так приводится это приводится также как есть тогда это немножко странно для изучающих но development и на русском языке и начальника подилось т RA berl que меня аналит больше таком slides по такому делаю какой ста гран tiredỏ бут французского же парку корфе то вот правильнее же парку корфе и и же toujours по все это сильнее просто это сильнее это значит что я вообще даже не думал об этом хорошо вот это парку корр это значит не еще и тоже па это ни шо но это сильнее уйсеса окей отлично я нану я не кончил ня ной не кончил ня ной вот Важно, слово «жей-le-droit» или «жей-le-droit» Они сказали что «жей-le-droit» или «жей-le-droit» Важно, что я не говорю «жей-le-droit» Это значит... Я имею право, хорошо? И allocation это пособие, хорошо? То есть иметь. Я имею право. И allocation это пособие. Вот. Хорошо. «J'ai mis мой номер, мой преном, а потом, чтобы я писал...» Окей, я написал. И замечательно, что он не говорит «J'ai écrit мой номер». «J'ai écrit мой преном», он говорит «нет». «J'ai mis мой номер». То есть я поставил... Фамилию. «J'ai mis мой преном», я поставил имя. Просто «метр» значит... Писать. «Да, писать». Просто вот. Вот я напишу. Писать. «метр». Это значит тоже поставить. Монпл. «Писать.неньги». С чего... «монпл.нг» «пригод», это значит... «мудэпомоилд». Да. Так пишется «молодец». У меня нет пособий, потому что ему было лень все написать. Вот я повторю, чтобы все... «J'ai acheté un кадр», «кадр» это сложное слово, но полезное. Наверное, если вы живете во Франции, это, конечно, полезно. Иначе, это всегда полезно. «Un кадр», «рамак». «Un кадр», «рамак». И заметьте тоже, что «в рамках чего-то» это приводится как почти дословно. «В рамках», «дан ле кадр де», «дан ле кадр де», «дан ле кадр де», «месетюд», то есть, как это сказать. «В рамках моей учебы», вот, так далее, так далее, так далее. «Дан ле кадр де», хорошо? Если вы хотите просто убрать «дан ле кадр», вы пишете вот так, «ддан», «дан», 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 «су», 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 «су». Вот здесь ничего сложного, если вы не понимаете, просто скажите, я объясню. И просто короче говоря, я все откладываю на завтра. «Мой седема». И здесь видите, вначале мне сказали «лю седема», и здесь он говорит «мой седема», то есть я, это завтра. То есть я, я завтра. «Кан це тип ме дон у трюк?» «Кан це тип ме дон у трюк?» «Тип», «эн тип» это значит «этэт парень», «этэт чувак». «Парень», «вот», «пацан», «даже». Такое слово, это просто разговорное слово, чтобы сказать парень или мужчина. «Мой, ж ле дон ажаме». «Мой, ж ле дон ажаме». И здесь видите, у вас есть мизорлев. Мы просто будем говорить об этом через день и дели в видео. «Ил роган ком ле шиен де мон ме ёр ами». Хорошо. Вот. «Ил ди сертитюд». «Сертитюд» это пишется с буква «си». Где он говорит «сертитюд»? «Сертитюд». «Сертитюд» это имя собаки. Вот. «Сертитюд». «Сертитюд». «Вмывете, он говорит, когда этот парень мне дает что-то, «Я». «То есть на русском языке он говорит еще, потому что нет глагола рядом». А потом, что вы хотите. Вот, мой, я, ты, ты, он, он, и так далее, и так далее. Я даю это просто никогда. И никогда это кто-то. Но, конечно, у нас будет сегодняшний день, Софи. Конечно, это очень полезное слово. Это значит совершенно. Вот, тогда обязательно, конечно. Трюк, это что-то или вещь? Трюк, это вообще слово, которое мы употребляем, когда мы не знаем название чего-то. Я делаю тюк, я не знаю, как назвать то, что я делаю, я просто говорю тюк. Хорошо, но вещь может также переводиться как шозу, но трюк, это просто для всего. Просто посмотри, как разговаривают французы, чтобы знать разницу, но, честно говоря, нет разницы между ними. Трюк и шоз, это немножко то же самое. Трюк и шоз, это значит что-то или вещь. Вот, и, конечно, это значит, конечно, обязательно, совершенно. Совершенно. Вот. Все хорошо. Но это значит записать. Может, это будет полезно. Записать. И заметьте тоже, что он говорит в будущем времени. То есть, завтра. Ну, просто не говорит в будущем, но о будущем. Но он употребляет настоящее время. Это можно в французском языке, когда вы уточняете в вашем предложении, когда это будет. Хорошо. И это можно только с будущим. С прошедшим, вы мне можете сказать, Я делаю это вчера, нет. Я делаю это сейчас, да. Я делаю это сегодня, да. Но я делаю это вчера, нет. Не так делайте. Я хочу перестать на канапе с 2-ти. Хорошо. 1-2-ти. Почему это 2-ти, а не 2-ти? Потому что это просто какой вид чашки. Какая чашка? Чашка чайная, типа. Ну, просто чашка чая. 1-2-ти. Знаешь, это типа как категоризация, то есть вид. Хорошо. 1-2-ти и выгоди 7-видео. Да, все верно, кроме просто 1-2-ти. И можно также объяснить это вот так. То есть мы говорим о количестве чая. Ты уточняешь, что у тебя есть, просто какое количество чая у тебя есть. У тебя есть чашка чая. Тогда мы говорим это, то есть с словом 2, когда мы уточняем количество, например, 100 грамм и 1-2-ти. Видишь, это 2. 1-бол-дю-суп. Или Беукуу-дю-рис. Понимаешь? Вот. Не переживай. Не переживай. Не переживай. Вот. Это круто. Это круто, но, наверное, вы знаете это, потому что это английское слово. Это круто. Да. Я тебя встречу. Я тебя встречу. У тебя. Ну, во Франции, конечно, это в шоку, а не в губе. Эй, конь сур-мои, Вингоне. Конь сур-мои. Рассчитывай на меня. Конь сур-мои. Рассчитывай на меня. Вот. Конь сур-мои. Рассчитывай на меня. Зачем я думаю. И теперь. А-ла, если ты в чате. Не вузен фейт па. Не вузен фейт па. Потому что, если ты говоришь ВУ. Надо осмотреть. Не вузен фейт па. Видишь? Здесь это на ТЫ. Здесь это на ВЫ. Хорошо? Это просто так работает. Теперь у меня есть упражнение ученицы. Тогда мы будем исправлять вот эти. И объяснять, конечно, ошибки. Вот это. Сохраните. Вот. Тогда мне надо просто осмотреть гундочку. Где они? Экзо. Конь сур-мои. Вот. И если я так делаю. Вот. Все верно. Все работает. Отлично. Вот. Вот. Хорошо. И да. Все работает. потому что следующее упражнение есть очень мало. Сказать. Вот. Первое предложение. Все верно. Я знаю, что ты любишь курить. Я знаю, что ты любишь курить. Настоящий. Настоящий. Ну, ну. Думаю, что ты учишь. Все верно. Кроме того, что это учишь с S в конце. Хорошо? Хорошо? Вот. Потому что это ты. Это второе лицо единственного. Тогда это A и S. Всегда, когда ты употребляешь второе лицо единственного, будет S. Кроме в повелительном наклонении. Хорошо? Хорошо. Ты учишь с S. Все верно. Я не слушаю, как ты мне объяснил. Я не слушаю, как ты мне объяснил. Здесь у тебя есть проблема с логикой приложения. Если мы описываем то, что происходит, это у тебя есть 10Ca, 10Cb и 10C. 10Ca в твоем приложении это «май вы объяснил». То есть ты мне объяснил или объяснил. Это происходит когда-то. Это просто закончилось когда-то. Потом. Я не слышал тебя. Понимаешь? Здесь есть проблема. То есть он объяснял, а потом он не слышал. Он не слушал. Извини. Это не так работает. Смотри, здесь написано одновременность. Хорошо? Тогда это оба действия работают вместе, происходят вместе. Тогда. Я не слушал тебя, когда ты мне объяснил или когда ты мне объяснил. Я не слушал тебя, когда ты мне объяснил. Так, лучше. Адже. 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 Это второе лицо. Лицо единственного. Тогда. Т. И. А потом. Опоз. Почему? Потому что это субжунктив. Почему я это делал? Это не работает. Ок. Просто забыл. Почему я это делал? Ок. Очень странно. Я не знаю, почему я это. Наверное, я тебе отправил просто старую версию этого файла. Но это очень странно. Потому что если. Ок. Очень странно. Я проверю, что все верно на сайте. Но это очень странно. Это просто забудьте. Вот. Потому что здесь это не обычное наклонение. Это субжунктив. Вот. Вот. Я понял, что все верно. Все верно. Молодец. Нет. Смотри. И. Это одновременность. Хорошо. Тогда. О. Маграгора. Как сказать. Описывать действия, которые происходят одновременно. Потому что одновременность. Вот. Тогда если здесь ты говоришь в будущем. Здесь не можешь разговаривать в настоящем. Наверное, ты это сделала из-за английского. Потому что после. В английском ты не можешь просто ставить в будущем. В французском можно. Нельзя после. Но можно после. Хорошо. Тогда. Когда ты мэдерас. Вот. Я тебе даю. Когда ты мэдерас. Ты не ты не понимаешь о том, что вы продали этот магазин. Здесь это можно. Поэтому я написал это в Зидиона. А. А. Я знаю. Что это не эксплуатирование. Ба. Супер. Да. Ты не понимаешь о том, что вы продали этот магазин. Здесь это. Понимаешь. А вы продали. Как ты узнал об этом. Тогда это не одновременность. Но это работает. Но здесь это. Как ты думаешь о том, что вы продали этот магазин. Вот. Я надеюсь, что вы продали этот магазин. Все верно. Все верно. Все верно. И ты даже правильно согласовала. Здесь. Партисипасе. Межеугли. Да. Не важно. Не переживай. Это не очень важно. Это даже не обязательно в правильном языке. Но экспертив это вообще деталь. Хорошо. Это как Л перед Э. Иногда. Это просто. Если хочешь написать. Напиши. Если не хочешь. Не пиши. Все. Все хорошо работает. Все. 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 Здесь есть проблема. Просто. Заметь. Что здесь. Это предшествование. Тогда у тебя есть действие. А потом есть другое действие. Хорошо. Первое действие. Времени. Это. Ты не сдавал. Ты не сдал. Извини. Экзамены. А потом это. Ты а анонси. Хорошо. Ты заявил. Ты сказал. Вот. Тогда нам надо показать. Это. Здесь. Это. Пасе композе. И. Что употребляем. Чтобы выразить. Прошече. В прошечем. Плюс. Парфе. 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 Мон фрейр. Адорей. Пури. Котю. А кузине. Я это понимаю. Парфе. 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 В будущем. Футюр. Оттерьер. То есть. Деку. Журей. Финни. Вот. Если не ясно. Скажи. Потому что это время. Очень сложно для вас. Но обычно в русском языке. Вы работаете так. Первый грагол. Как сказать. Вы ставите в прошече. И другой. Вы ставите в будущее. Я. Уеду. Когда я все закончу. Здесь это не работает. Что я сказал. А нет. Нет. Я просто. Как сказать. Путаюсь. Извини. Просто забудь. Что я только что сказал. Это неправильно. Здесь это просто. Будущее. И будущее в русском языке. Но это выражает. Предписывание. Смотря на это действие. Вот. Поэтому это. Футюр. И да. Потом буква. Я. 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 А у меня. Я. 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 когда ты не можешь употреблять не позорно, это значит, что ты просто будешь успехы делать после этого всего пусть тебе не будет позорно, это просто так работает учить ты просто учишься, если ты ошибаешься а если ты не ошибаешься, зачем же учить тут этот клерк, ты не можешь употребить прошедшее время, потому что тебе надо выразить будущее время тогда ты все равно клэх и она не забывает что это очень сложная тема и тем более что учишь английский и на английском это не работает одинаково здесь буква и ты не поняла я просто сам сделал мишель ты лесу рассортир контитуция эксклюзей это тоже самое как раньше то есть ты лесу рассортир это в будущем но дай этого что нужно когда ты ты ссора эксклюзей хорошо это прошедши смотря на это действие вот так сон не тази ке тонфрейт и тумбе малад вьерна правилам молодец потом следавание повторяйте но затем сверху кучу рейсисе здесь рейсисе это ва парфей хорошо то есть не в несовершенном виде 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 ой несложно сегодня кучу рейсисе но затем сверху кучу рейсисе это не выражает то что нам нужно нам следование хорошо тогда это говорится конечно это не то что нам надо кучу рейсисе и с в конце потому что это второе лицо единственного и кстати я видел на раньше нет это не еще здесь потому что когда я все как ставить все цвета я заметил проблема с с причасти но я просто не видел пока кучу рейсисе и почему потому что это будущее в прошедшем ну зачем шур это действие а а что происходит после 10 а ты ну просто тебе удастся хорошо и на русском языке это так работает тоже то есть 10 и там прошедшее время здесь это будущее время и здесь это не очень будущее время это просто кондиционер презент который выражает будущее в прошедшем и пожалуйста не говорите что фьючер на липасе существует это не время хорошо это употребление это на фанции где ты выйдешь с с канцеляю середа метафикс если если ты заметил что-то скажи я не все замечаю конечно не вот mes enfants сапу тюлендра молодец все правильно же поскольку с этого птира мая лиц ма мэра и сперей к чу арри в рей аллерг ма мэр и сперей к чу арри в рей аллерг мэра и сперей к чу арри в рей аллерг это просто вопрос употребления мим это правильно по моему это правильно это звучит немножко странно но это не звучит неправильно я бы употребил опах и хорошо потому что когда же кончается это действие хорошо она же как сказать и надеялась но мы не знаем когда она перестала надеяться тогда это не очень точно и как не очень точная длинота может нет длина вот тогда мы просто употребляем опах и вот и метафикс скажи мне где ты видел что нужен с вот патрик садик и сон физ а аж ты это не работает почему потому что если ты хочешь выразить как сказать предшествование то есть патрик сказал что его сын купил новый мотоцикл мотоцикл надо так говорится они не уверен здесь мы хотим мы хотим выразить как сказать будущее то есть а ше туре да патрик садик то есть он сказал это действие а а после этого что происходит его сын купит новый мотоцикл хорошо это это а потом это вот и тогда это кондиционер хорошо потому что это следование все верно здесь ты забыла предложениями приводит и что-то интересное кстати с приложение д и приложение с и мне сложно было понять но теперь я понял в чем проблема ну вот я знаю тот формат жира в турбузе в секретом их а вы обиде а тулуз да это работает же секретами а вы обиде а тулуз это работает только если есть дополнительный контекст хорошо же секретом их а вы обиде а тулуз это значит что я скажу или я сказал что произошло потом хорошо тогда или мы говорим же секретами а обиде а тулуз и здесь это значит что она жила там а потом она приехала ими очень как громко говорим что она приехала хорошо мне там а а у меня выучил это слово но так что они на подчеркнут но есть долгу и слова чтобы сказать а то, что написано здесь но я просто посмотрю потом и из на наạпрмеря рауси ясно кучу эм куры ясно и тю а и тюня лиле ну и тюн шу хур que тюреусе рей да вот если есть потому что я датю молодец вот а абите а тулуз но можно сказать просто «habiter в Тулузе», потому что это обычай. Хорошо? «habiter в Тулузе» это просто долгое действие, нет очень конца и нет очень начала. Мы сможем приехать в Украину, когда мы заработаем достаточно денег. Мы сможем приехать в Украину, когда мы заработаем достаточно денег. Ок. Есть два объяснения, но просто два отсчета. Или мы сможем приехать в Украину, когда мы заработаем деньги. Уже первая проблема это мы сможем приехать в Украину, когда мы заработаем деньги. Почему это «футюр сам» и не «футюр проще»? Потому что есть шаг. Хорошо? Мы не сможем сейчас приехать в Украину, потому что у нас нет достаточно денег. Тогда что-то нужно для того, как мы приедем. Хорошо? Поэтому это не «футюр проще». Другая проблема, когда ты говоришь «конганюра», или ты говоришь «конганюра», потому что это просто будущее. Просто не знаю, что сказать больше. Может, на английском это настоящее время, и поэтому ты ошиблась. Но здесь это будет будущее время. Или «конганюра», вот так. Можно так сказать. Можно то и другое оба работают. Конечно. Это просто смысл меняется, потому что «конганюра» «конганюра», это значит, что у нас есть деньги, и всё. Мы получили эти деньги, а потом нет больше никакой информации. «Конганюра» это значит, что мы будем зарабатывать деньги. То есть у нас будет, конечно, у нас будет достаточно денег, чтобы приехать в Украину, но не только. Мы просто будем зарабатывать обычно, то есть наши зарплаты будут очень хорошие и приятные. Вот. В этом разница между этими двумя предложениями. Мама открыла окно, не смотря на то, что я его уже открывал утром. Вот. Мама открыла фенетры, но я уже открыла фенетры. Что сказать здесь? Здесь ты употребляла, что это очень хорошо, это очень красиво. Легче употреблять, почему? Потому что этому не нужен субженктив, хорошо? «Алоркё ж лаве дежа уверт». И я помню, здесь есть проблема с предчастием. «Алоркё ж лаве дежа уверт». Почему «плюс к парфей», потому что это «прощече в прошедшем». «Аувер» работает с глаголом другом «аувер», но это «аувер», как сказать, произошло до этого «аувер». Это может звучать очень странно, но это так работает. И «Алоркё» работает с индикативом. Тогда вот, все хорошо. «Алоркё ж лаве дежа уверт». «Алоркё ж лаве дежа уверт». Тогда это будет с «э» в субженктив. Хорошо, это не «э», так, как все французы пишут. «Пишут» это «э», потому что это субженктив. «Алоркё ж лаве дежа уверт с матан». «Это в обычном языке». Если ты хочешь по очень красивому разговаривать, ты можешь сказать «Алоркё ж лаве дежа уверт с матан». Но это только в книгах, это «не учи». «Алоркё ж лаве дежа уверт с матан», это очень хорошо подходит. Хорошо? Всё чётко. Вот. Тогда «Алоркё», если ты хочешь по сложному делать, иначе «Алоркё» очень хорошо работает. У меня была собака, которую звали Макс. В чем проблема в этом предложении? Я это не сказал в моем видео о согласовании времен и это вообще очень жалко, потому что это очень важно. И это вопрос, когда делается согласование времен. Это же очень важный вопрос, потому что нельзя выучить что-то, если вы не знаете, когда это употребить. Как это работает? Это один глагол, а потом другой глагол, которые работают с «к» между ними. «к», «пурко», «у», и так далее, и так далее. Посмотрите на это предложение, bien que я л'ai уже открыт. Хорошо, смотрите, здесь у вас есть... «Мамера умерла фене». Хорошо, это одно действие. Bien que это, как сказать, соединяет эти два предложения и «жалей» уже открыт. Это просто другой глагол. И эти глаголы просто присоединены с этим. Присоединены. Как это называется? Не знаю, угол. Здесь мы просто разговариваем на французском языке. «J'avais le chien qui s'appli Max». Нет, да, но нет. «J'avais un chien qui s'appli Max». Хорошо, почему «le chien qui s'appli Max»? Есть только одна собака, которую звали Макс на земле. Нет. Поэтому это неопределённый артикл. Или нужен как дополнительный контекст, чтобы сказать «лющем». Ну подожди-ка, пока что мы просто разговариваем об этом. Этот глагол работает вместе с этим глаголом благодаря этому. Хорошо? Здесь нет. Хорошо, у вас есть один глагол. Вот здесь. Нет. После была. Вот. Которую звали Макс. Вот. Но здесь где проблема, вы скажете. Проблема в том, что нет никакой штуки, как бнякё здесь. Видите, это собака, которую... Конечно, есть которую. Но это которую работает для этого. Хорошо? Которую... Это выражает собака. Собаку. Это не выражает была. Хорошо, это не выражает всё это. Это выражает просто собака. Поэтому проблема. Это называется... Ну, она на английском это relative close. Думаю, ты знаешь, что это такое, потому что ты очень хорошо учишь английскому. Тогда вот. Это... Как это работает? А, une relative. Но не помню слово, которое подходит с relative. Но понимаете, звали не работает с была. Тогда это звали. Почему? Потому что Макс умер. Хорошо, поэтому это в прошедшем. Тогда это переводится в чёрном, пожалуйста. J'avais un chien qui s'appelé Max. Вот. И вы, конечно, можете сказать, j'ai eu un chien qui s'appelé Max. Вот. Оба работают. J'avais un chien qui s'appelé Max. И здесь нет проблем, j'avais un chien qui s'appelé. И почему согласование времён не делается мы это, скажем, вот здесь? Потому что вы, конечно, можете сказать, что ave и apelé это одновременность. Конечно, это работает. Как это объяснение работает. Но это не будет работать здесь. Хорошо, вот. Тогда согласование времён делается только, когда глаголи присоединены. Вот. Тогда J'avais un chien qui s'appelé Max. Работает. Все думали, что ты ошибёшься. Tout le monde pensait, que tu te trompes. Посмотри, Alain, как это работает. Ой, извини. Все думали, что ты ошибёшься. Ошибёшься – это будущее время в русском языке. Хорошо, вот. Тогда в французском языке будущее время – это может быть или будущее время. Будущее время, извините, ударение. Или здесь, как это прошедшее время, это будет кондиционер. Или кондиционер present, или кондиционер passé, или тот сторонний будущее время с Alif прошедшим. Вот. И здесь, видите, глаголи работают вместе. Благодаря к. Хорошо, что ты ошибёшься. Вот. Хорошо. Эти глаголи присоединённы словом «что». Поэтому согласование времён делается. Турунт pensait, que tu te tromperai. Почему? Потому что это будущее в прошедшем. Хорошо, вот. Que tu te tromperai. Нет. Это было бы, если бы согласование времён не делалось. А здесь делается. Тогда это будет кондиционер present. Тогда это будет, как ты te tromperai. Смотри, здесь этот глагол мы поставили в прошедшем. Поэтому здесь это не может быть футур. О, je comprends. Comprends ce «s» в конце. Будь осторожным. Это первое лицо. Comprends. «ds» в конце. Хорошо, вот так. Comprends. Ce «s» очень важно. Вот. Теперь интересно... Интересное предложение. Я разговариваю с женщиной, которую зовут Сандрин. Как это работает? Je pari une femme qui s'appelle «Сандрин». Почему это не работает? Потому что на русском языке вы говорите, что это зовут. Это значит, что Сандрин ещё живёт. Хорошо? И это не было, как так для Макс. Бедная, бедняжка. Просто он умер. Но Сандрин ещё живёт. Тогда это не может быть... Почему ты думаешь, что это imparfait? Потому что здесь это «je pari». Это очень умно с твоей стороны. Но французский язык сложнее этого. Здесь мы сказали, что согласование времён деляется. Здесь мы говорили, что здесь не деляется. Здесь мы объясним, почему это не деляется. Здесь, смотрите, я разговаривал. Это одно. С кем? С женщиной. Мы это напишем в красном. С женщиной, которую зовут Сандрин. В красном ещё. Вот. Это я разговаривал с кем. И с кем это всё это. Хорошо? Это значит, что зовут... Это что-то вообще независимо. Хорошо, понимаешь? Просто эти два глагола не присоединённы вместе. Хорошо? Ничем. Это просто я разговаривал с кем дополнение. Это женщина, которую зовут Сандрин. Поэтому это «ки сапель» Сандрин. Хорошо? И очень... Молодец, Сандрин. Молодец. И вот. Вообще очень жалко, что я это не сказал в видео. Потому что это видео... Этому видео было нужно очень много времени. И вот я это не сказал. Но если ты поняла сейчас, всё хорошо. И да. Если кто-то не понял, я могу переобъяснить. Конечно. Тогда скажите. Ну, а надо как просто запомнить, что здесь всё это дополнение глагола разговаривало. А здесь это... Они не думали. Окей, угод, ты потерялся. Просто эти два глагола присоединённые этим словом. Хорошо? Нет, нет, нет. Работай, пожалуйста. Вот. Всё хорошо работает. Леонард сказал, что он придёт. Леонард, родитель Леонард, всё чётко, всё верно, молодец. Правильно. Мне показалось, что вы сдали экзамен в Марселе. Я переобъясню для согласования времён. Мне показалось, что это слово, которое присоединяет... Ну, соединяет глаголи... Вот. Вот это. Этот глагол работает вместе с этим глаголом. И мне показалось, что вы прошли экзамен в Марселе. Здесь проблема, это что ты выражаешь... Ну, ты просто употребляешь два раза по себе композе. Это работает иногда. И здесь это не работает. Жалко. Блин. Сэй клэх. Клэх сон зэ, потому что это мужской рот. Сэй клэх. Если ты говоришь клэх сэ в конце, мы думаем об имени клэх. Хорошо? Это не то, что ты хочешь... То, что ты имеешь в виду. Сэй клэх. Это, как сказать, мужской рот. И это женский рот. Вот. Мне показалось, что вы с вами экзамене в Марселе. И мне кажется, что вы с вами были экзамене в Марселе. Но... Да. Вот так. Мне кажется, что вы с вами были экзамене в Марселе. Да. Это так работает. Масомлика, вы с вами экзамене в Марселе. Да. Так работает. Вот. Это все. Ла конкурдан зэ, там еще остается одно упражнение. Но увидите, это очень быстро. Субжентив, презент и пассей. Вот. Все это верно, правильно. Все молодец. Просто ты забыл проспрыгать это, но без проблем. Я все это посмотрел заранее. Все верно. Да, это правильно, правильно. Я ведь это термение, чтобы ты не успевел. Почему ты написала «э»? Вот. Все. Это просто невнимание, думаю. Ты, наверное, была устала или что-то такое. Вот. Угу. А, окей, здесь проблема. А, окей, здесь проблема. Да, 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 да. Так работает. Я не хочу. Да, так работает. В чем проблема здесь? Проблема это «н». Хорошо, «н» не находится в правильном месте. Когда вы учите французский язык, первый шаг это «не mange». Например, «je ne mange pas». Хорошо. То есть у вас есть глагол и вокруг глагола есть отрицание. То есть «pa» и «nu». Потом вы учите местоимения. И вы видите, что местоимения ставятся просто только до глагола. То есть отрицание ставится вокруг местоимениями, дополнениями, конечно, потому что подлежащие всегда первое. Первое. И глагола. Хорошо. «Je ne la mange pas». И тоже местоимение. Хорошо. «Je ne mange pas». Если ты хочешь сказать, например, «я не ее там ем точка», это работает. «Je ne la mange pas». Это очень странно, когда никто не так говорит, но это теоретически правильно. Тогда «не» ставится вот здесь. «А moins que vous ne vous yuppose». «Je marierai votre fille». Это очень странное предложение. Спасибо, сестре. «А moins que vous ne vous yuppose. Je marierai votre fille». Четко теперь. Хорошо. «Не» пишется просто только после подлежащего. Вот. Что есть? «La voisin pas hâchéno», bien que nous ne l'ayons pas invité. «La voisin». Вот. И все. И это все уже. Хорошо. Было только три ошибки. Три булета. Вот. Кто-то сказал булета раньше. Ну вот. Все верно. Если у тебя есть вопросы, задай сейчас. Иначе просто задай потом. У тебя есть мой номер. Тогда вот. Ты можешь это все делать. Я тебе отправлю оба файла. Ну вот. Думаю, что это все. Я покраснел. Вот. Слишком много подумал. Ну вот. Если нет вопросов, я просто это все закончу. И будет файл «Обреф» на сайте. И, наверное, в следующий раз, то есть через две недели, еще будет прямой эфир «Обреф». И мы будем просто переводить другую серию. У меня есть еще две, которые я подготовил. И все. Я прошел французский момент pendant два месяца. Из-за того, что я делал много файлов. Нет, это хорошо. Я учу французский как сам. Потому что ты просто учишь, как просто иметь ответственность. Типа, то есть ты учишь, как сказать, расставить расписание, сделать расписание, как быть независимым, типа. Это же очень хорошо. И не извиняйся. Это просто так. Я очень много, очень часто ошибаюсь с русским языком. Вы, конечно, ошибаетесь с французским языком. Это так. Это не как родной язык. Надо ошибаться, чтобы учиться. Ты не можешь все выучить сразу. Это просто так работает. Это жалко. Но это, ну, так лучше, думаю. Вот. Светлана, merci, do rien. Ну, вот. Если нет вопросов, я просто все закончу. Спасибо вам, что посмотрели. В последний раз родифюзион. Ой. Просто повторнее эфир. Эфир, извините. Был доступен только два часа после эфира. Это жалко, но это так работает. Только после эфира будет видео об... А, кухонам оборудовании. Мне надо все это загрузить, но скоро будет. Спасибо, Metafix, не забывай. Нет вопросов. Спасибо. Если у вас есть вопросы, не забывайте мне в комментариях. Спасибо. Спасибо, нет. Не забывай. В чем разница между изучить и apprendre? Смотри. Этюди это значит... Вот. Изу... У нас. В французе. Этюди это дословно значит... Изу... Ой, угол правильно пиши. Вот. Изучать. Апrendre это значит учить. Это значит... Ну, разные вещи. Учить что-то. Что-то. Например... ЖАПРЕНСКОЙ. Значить что я изучаю француз. ЖАЕТУДИ ЛЕ ФРАНССЕЙ. Я изучаю французский язык. Это тоже значит учить чему-то. Чему-то. ЖАПРЕНСКОЙ. Тоже самое. ЖАПРЕНСКОЙ. Французский. И очень важно на русском языке это учить чему-то кого-то. На французском языке это наоборот. Это учить что-то кому-то. АДРУССОФОН. Вот. Я учу чему. На французском это прямое дополнение. Что? Такие сообщения отправляешь. ЖАПРОЛУФРАНСЕЙ. Это прямое дополнение. АДРУССОФОН. Это косвенное дополнение. На русском языке это наоборот. Чему-то. Французскому языку это косвенное дополнение. Кого-то это прямое дополнение. Хорошо. ЖАПРЕНСКОЙ. ДРУССОФОН. Так работает. И то же самое с, например, НАУЧИТСЯ. НАУЧИТСЯ. ЖАПРЕНСКОЙ. А НАЖИ. Хорошо. И когда ты говоришь это с глаголом, это, конечно, с А. Хорошо. Не забывай А, потому что это очень важно. ЖУФЕМЕЗЕТЮДА ЛЮНИЗАСИТЕЙДА. ВЕРНО, ПРАВЛЕННЫЙ МЕТАФИКС. ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Я на канале недавно, но не очень понятно, для чего ты это ведешь. Для популяризма французского языка? Ну, у меня нет определенной цели. Мне просто нравится учить французскому языку. Я начал уже три года назад учить французскому, но это было как друга. Тогда это было, конечно, бесплатно. Мы просто разговаривали. Я учил его французскому, и он учил меня русскому. Он украинец. Может, он смотрит. Сергей, если ты смотришь, напиши комментарий. Ну, вот просто мне появилась идея начать канал по французскому языку. И, как сказать, тогда я просто начал учить французскому языку. Мне нравилось и больше, и больше. И сейчас я вот здесь еще. Я преподаю уроки, ну, теперь на Индиве просто платные, то есть серьезные уроки. Ну, по-моему, серьезные уроки. Все зависит от того, что вы, как сказать, считаете серьезным. И вот, и, конечно, есть видео. Теперь есть прямые эфиры. Мне это очень нравится. Тогда думаю, что буду это делать под чаще. И вот. И Алексей, да, на канале есть, ну, в основном видео про французский язык, есть немножко видео про французскую культуру, есть видео про французскую кухню, сейчас есть только два, да, два. И популяризация французского языка, я не, как это сказать, я не очень думаю, что надо популяризовать французский язык, потому что, ну, учить французский, кто хочет учить французский, я не хочу никого не заставить учить французский язык. Просто если людям это интересно, ну, просто пусть они будут смотреть. Если им не интересно, они просто не будут смотреть. И, ну, все хорошо, мне это не мешает. Это же их жизнь, это не, как, я просто не управляю их жизнью, это так работает, знаешь. Тогда вот. Пол, надеюсь, что ты понял, как это работает. Иначе просто скажи, я могу переобъяснить. И вот. Я просто закончу эфир, если нет вопросов. И все. Спасибо вам. Вы говорите русский? Очень хорошо, спасибо. Метафик, смотрите. Очень хорошо, здесь это на речи, то есть это адверб. Адверб говорится только после глагола, тогда вы parlez très bien рус. Хорошо, вот. Спасибо большое, merci beaucoup. Алексей Пулин, спасибо за ответ. Ну, не за что, конечно. Как будет на французском молодец? Молодец, это будет... Обычно это bravo, но чаще всего мы говорим bien jouей. Хорошо, bien jouей. Ты можешь еще сказать bien vu? Ву это предчастие глагола ва. Тогда это значит, как хорошо увидел. Ну, вот. Еще есть félicitation, 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 вот. В множественном числе, потому что le félicitation, un félicitation это не говорится. Тогда вот. Но это звучит очень-очень официально. Хорошо? Например, когда ты поручишь французский ЕГЭ, может у тебя будет félicitation. Так работает. Ну, у тебя... Субтитры сделал DimaTorzok.